Занимательные каникулы для одаренных детей. В детской школе искусств открылась летняя творческая школа «Дети Севера-2021». Проект реализуется педагогами образовательного учреждения уже третий год. Юные таланты здесь не только отдыхают, но и занимаются музыкой под руководством опытных и именитых наставников, академиков и профессоров. Юные музыканты из детской школы искусств, затаив дыхание, слушают выступления профессионалов. Пианист Максим Сумароков – ученик четвертого класса музыкальной школы. Мальчику нравится, что даже на каникулах отдых можно совмещать с занятиями музыкой. Очень разнообразные занятия. В один день одним занимаешься, в другой день уже другая тема идет. А какое твое любимое произведение, которое ты сам играешь, и насколько легко оно тебе дается? Мое самое любимое произведение – это соната номер 20, часть первая у Бетховена. Она мне очень нравится. Соня Кожевина учится играть на балалайке. Говорит, что очень любит свой инструмент и мечтает стать виртуозом. А пока наслаждается активным и познавательным отдыхом в творческом лагере. В летнем лагере, получается, мы ходим на концерты, всякие нам дают мастер-классы, преподаватели. Мы, например, ходим в артишок кушать, играем. Сегодня для воспитанников музыкальной школы играют преподаватели из Саратовской консерватории. Владимир Левицкий – старший преподаватель кафедры специального фортепиано. И Кирилл Ершов – концертный исполнитель, дирижер, профессор кафедры дирижирования вокально-дирижерского факультета. Это заключительное мероприятие с участием гостей. До этого в течение трех дней они проводили для маленьких северян мастер-классы. Все мероприятия проходят в рамках летней творческой школы для одаренных детей. Дети очень хорошие. Дети здесь не зажатые, они активные, они воспринимающие, они очень увлеченные. Поэтому, конечно, у всех разные способности. Но есть те, которые очень способны, кому, конечно, стоит продолжать заниматься и в дальнейшем куда-нибудь поступать после музыкальной школы. Я знаю, что на районе Марии вроде бы нет училища, но, возможно, куда-то дальше, в другой город, может быть, к нам. Вот педагоги их очень здорово сумели заинтересовать. Поэтому вот они были на мастер-классах, реагировали абсолютно сразу. Им было все интересно. Им интересно было узнать о том инструменте, на котором они занимаются, больше. Собственно говоря, мастер-класс, вот эта летняя школа, она работает на перспективу для этих самых детей, правильно? То есть приезжают профессиональные музыканты и слушают, и дают свои советы. А уже на следующей неделе с юными музыкантами из летнего творческого лагеря будет заниматься преподаватель Московской кафедры струнных инструментов Российской академии музыки Равшан Меткулиев. Такое образовательное пространство позволяет нам, во-первых, занять детей в летний период, а во-вторых, повысить профессиональный уровень не только учащихся, но и наших преподавателей. Потому что на мастер-классы разрешено посещать всем преподавателям, которые работают в детской школе искусств. То есть территория вот этого мероприятия, она очень расширяется. И мы решаем очень много задач, когда проводим такие мероприятия. Очень замечательно, что на краю земли, на краю нашей Российской Федерации проводится такое замечательное мероприятие, и что оно у нас в этом году реализовано, реализуется на таком хорошем уровне. Концерт закончился обменом подарками. Летняя творческая школа для одаренных детей будет работать до 11 июня. А сразу после концерта профессор Кирилл Ершов в торжественной обстановке вручил педагогам, прошедшим обучение в Саратовской академии в рамках проекта «Культура» сертификаты. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».